Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала правда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Проблемы с вывозом мусора продолжаются. Немецкий органист исполняет композиции китайского композитора. В новом городе торжественно открыли новый корпус 101 детского садика. Мы уже неоднократно затрагивали проблемы, связанные с вывозом мусора. И вот очередной виток истории. Активная молодежь устроила экологический рейд по свалкам, причем в черте Ульяновска. Казалось бы, уж в городе-то все должно быть отлажено. В непростой ситуации разбирался наш корреспондент. В минувшую среду молодые активисты Общероссийского народного фронта отправились в экологический рейд по улицам Ульяновска. Поводом для его проведения стали вопросы, возникающие к реформе обращений с ТКО. Задают их в том числе и на горячую линию НФ, куда с жалобами и вопросами обращаются люди со всей страны, в том числе и наши земляки. Прошедший корейд стал первым в Ульяновск. До этого активисты уже выезжали в районы области, где еще сохраняются проблемы с установкой контейнеров. В областном же центре к местным активистам присоединились представители федерального штаба НФ и регуператора по вывозу отходов. Решено было объехать дома по трём адресам. Улица Орлова 27, Крыму 63 и проспект Нариманова 38. Два в цель к диалогу и один по жалобе жителей. Мы выстраивали диалог между властью, между потребителями услуг, то есть жителями и операторами. Операторами вывоза твердых бытовых отходов. По всем трём адресам члены молодежи НФ собирали проблемные вопросы, связанные с вывозом мусора. В частности, касающиеся неудобного проезда для мусоровозов. А на проспекте Нариманова 38 потребовалось решать конкретную проблему. Разбираться с несанкционированной свалкой возле одной из новостроек. По словам жильцов дома, мусор, который валяется возле контейнера, выбрасывают или представители коммерческих точек, расположенных на нижних этажах дома, или жители частного сектора, которые соседствуют с новостройкой. Управляющие компании убираются, то есть часто сейчас начали, то есть прибирают всё, но как бы людям объяснять нужно, наверное, просто ввозить это всё в привычку. Наверное, это сразу то есть не сделать, потому что два месяца сейчас управляющая компания наша новая. Я думаю, что это просто систематически нужно как бы объяснять, говорить. Ну как бы, в принципе, всё это мы и делаем. Представители регоператора, которые находились здесь же, сообщили о свалке своим диспетчерам, и вскоре помойка была ликвидирована. Рейды будут проходить регулярно. Сообщить же о проблемах с вывозом мусора или задать вопрос можно по телефону горячей линии ОНФ. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Ульяновская правда. Несколько десятков лет назад, когда произошёл демографический спад, часть детских садов начали использовать не по назначению. Один из таких примеров – детсад номер 101 на Львовском бульваре. И вот сейчас, спустя 20 лет, это дошкольное учреждение возрождается. Наконец-то мы дождались нашего детства и дар. И сегодня рады стали, что прийти сюда. Здесь нет места для печали. Чисто и светло. Это взрослые отдали нам своё тепло. 20 лет забвения прошли. Теперь второй корпус 101 детского сада на Львовском бульваре используется по назначению. За его возрождение взялись в 2016 году. Сегодня учреждение полностью готово к эксплуатации. Сегодня состоялось торжественное открытие с участием маленьких воспитанников, родителей и первых лиц города. Губернатор Сергей Морозов поприветствовал родителей и персонал. Также он вручил малышам путевки в садик. Собойным из вас встречаемся, когда здесь начали появляться уже признатие жизни. Собойным из вас мы сейчас встречаемся, когда мы видим вот эту красоту. И я хочу поблагодарить людей, которые отвечали за появление этого чувства. Учреждение создано для особенных детишек. В штате обновлённого сада есть медработники, психологи и нянечки со специальной подготовкой. Оборудованные помещения выглядят достойно. Сенсорные комнаты, бассейн и гимнастический зал осмотрел глава региона. 12 групп в детском садике, вот именно в этом корпусе. Значит, 12 учителей-логопедов на каждую группу учителей-логопеду. Четыре учителя-дефектолога, три педагога-психолога. И у нас ещё будет работать служба ранней помощи, где тоже предусмотрен и специалист, и педагог-психолог. Мама шестилетнего Владислава Анны рада тому, что больше нет необходимости ездить к столичным реабилитологам. Необходимый ход и терапия теперь находится недалеко от дома. Ездили в Москву, в несколько центров в Нижнем, в Новгороде были. Но сейчас вот если здесь построили центр, возможно, нам не нужно будет туда ездить, потому что здесь большинство тренажёров такие же, как в Москве, уже есть. 150 миллионов рублей было вложено в покупку оборудования и капитальный ремонт помещений. Учреждение полностью готово к эксплуатации. В ближайшие дни ребята уже начнут расти и оздоравливаются в стенах заново родившегося 101-го садика. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Ульяновцы увидят национальное единоборство Бразилии, Ирана и Таиланда. Это станет возможно благодаря Всемирному фестивалю боевых искусств Тафиса, который пройдёт в нашем регионе в сентябре. Но уже сейчас идёт активная подготовка к проведению данного масштабного мероприятия. В здании областного правительства прошло очередное заседание Оргкомитета Всемирного фестиваля боевых искусств Тафиса. Напомним, мероприятие пройдёт с 13 по 17 сентября и затронет все спортивные площадки региона. На совещании присутствовал сенатор, а по совместительству посол фестиваля Сергей Ребухин. Он заслушал доклады организаторов и отметил, что подготовка к Тафисе проходит в усиленном режиме. У нас в Ульяновской области молодёжь очень любит восточное единоборство, поэтому у нас и психологическая, и организационная готовность в этом есть. Очень важно, что это понимает и председатель правительства, и он большой энтузиаст развития российских и восточных единоборств. На официальном сайте мероприятия уже запущена процедура аккредитации. Уже зарегистрировались спортсмены из Ирана, Японии, Китая, Израиля, Бразилии, Непала и других стран. Помимо фестивальной составляющей, в программе запланированы мастер-классы от олимпийских чемпионов и показательные выступления спортсменов, представляющих разнообразные виды боевых искусств. Поддержан наш фестиваль в целом рядом федераций. Это федерация кудо, федерация бокса, кикбоксинга, федерация айкидо, косики карате, кикусинкай, федерация самбо, безусловно. Изюминкой фестиваля станет презентация неизвестных ульяновскому зрителю видов единоборств. Например, иранского зухране, бразильского купуэйра, тайландского муайтай. Кстати, компанию-организаторам на совещании составил главный талисман соревнований – кот Тафисик. Именно он будет встречать гостей и принимать участие в открытии и закрытии фестиваля. Дети – цветы жизни. А когда у вас целый букет, то это прекрасно. Сегодня губернатор Сергей Морозов поздравил многодетных мам с наступающим праздником, а заодно обсудил вопросы по поддержке семей с детьми и развитию социального контракта в регионе. Подробности в нашем материале. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил многодетных мам с наступающим международным женским днем. В канун праздника глава региона провел рабочую встречу, на которой отметил многодетные семьи из Кузоватовского, Базарно-Сызганского районов, а также Дмитровграда за благодарственными письмами. Крепкие и дружные семейные кланы, такие как, например, семья Аксаковых, всегда прославляли не только малую родину, но и всю Россию. Сегодня многодетная мама – это не только домохозяйка, но и активный общественник и бизнесмен. Принимали участие в конкурсе «Бизнес-мама», всей семьей мы принимали участие. Как-то себя активно проявляем в общественной деятельности своего района. Ну, вот такие вот мы. Современным мамам не хватает времени не только на общественную работу и бизнес. Муж и дети дома не должны чувствовать себя брошенными. И они не чувствуют. Погоду в доме делают мамы. В доме мир и веселье. У нас тишины не бывает, у нас всегда шумно, у нас всегда весело. Все вместе. Даже у нас друзья все завидуют, к нам каждый раз приходят. И у сына друзья, и подруги все у нас бывают. И у нас все, как друг скажет. У них все их вкусно кормит, у них все хорошо. Сергей Морозов обсудил с семьями вопросы, озвученные президентом Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. Это поддержка семей с детьми, развитие социального контракта в регионе. Немецкий органист исполняет музыку китайского композитора. Такое возможно в рамках 57-го международного музыкального фестиваля «Мир эпоха имена», который проходит в эти дни в Ульяновске. На концерте побывал наш корреспондент. Под сводами Лютеранской церкви Святой Марии вновь звучала органная музыка. Величественная музыка Иоганна Себастьяна Баха открыла вечер со Штефаном Кислингом, немецким органистом, который выступил в рамках 57-го международного музыкального фестиваля «Мир эпоха имена». В программе концерта прозвучали сочинения и другого немецкого композитора Йозефа Райнбергера. Кроме того, Штефан Кислинг познакомил ульяновцев с произведениями удивительной китайской пианистки и композитора Ли Уайшань. Желая ближе познакомиться с органом, Ли Уайшань прошла курс игры на инструменте. Вариации на тему «Грейт, Ада и Миссис», которые исполнил Штефан Кислинг в кирхе, были созданы Ли Уайшань на основе христианского гимна «Велика милост твоя». Они звучали ярко и неповторимо. Ирина Антонова, новости ульяновской правды. В воскресенье пройдет Масленица. Нашему региону есть чем похвастаться в отношении к этому празднику. В Сенгилее, блинной столице, выбирали лучшего блинопека. За блинным батлом наблюдала Рината Алиулова. Третий день масленичной недели, который в народном календаре получил название «Лакомка» в Сенгилее встречают конкурсом блинопеков. Для блинной столицы Ульяновской области конкурс – давняя традиция во время Масленицы. Блинный батл проходит в Сенгилеевском технологическом техникуме седьмой год подряд. За это время около сотни студентов продемонстрировали свое кулинарное мастерство. В этом году за звание лучшего блинопека соревновались 10 девушек и юношей. На столе с пылу с жару представлено 14 конкурсных работ, начиная от простых блинчиков, заканчивая замысловатыми десертами. Большое внимание мы уделили самооценке. То есть студенты сами приготовляют и сами оценивают методом отбора одного лучшего блюда на их вкус. Конечно, все критерии мы сначала ориентируем их, объясняем, как это правильно сделать. Но если уже встает какой-то спор, здесь уже мы включаемся в эту работу. Чтобы все было максимально честно и прозрачно, каждый из участников знает только свое собственное блюдо. Другие тарелки идентифицировать с хозяином невозможно. У каждого яства есть свой порядковый номер. Технологи одновременно садятся за стол и начинают дегустацию. По окончанию трапезы на бумаге пишут номер того блина, который оказался по вкусу больше всего. Затем листок с решением опускают в специальную коробку. Настя Сидорова, студентка третьего курса техникам и любит готовить с детства. Полюбилась ей и участие в конкурсе блинопеков. Свою работу она выставляет в третий раз. Девушка признается, что опыта в готовке у нее предостаточно. Но до сих пор первый блин получается комом. Блинно-банановый торт, он укладывается слоями. Получается крем, крем готовился из сливок, из пудры сахарной получается и из сливочного сыра получается. Это все смешивалось, просто мазалось. И слоями укладывался банан. Больно-то нет и сигаретов. Готовишь как мама, то же самое добавляется. Просто глазурь другая, просто крем разный добавляется. Ты же все разрабатываешь сам. Рецепты кулинары придумывают сами. А если берут из других источников, то почти полностью видоизменяет. В результате получается уникальный блин. На готовку в среднем конкурсанты тратят около двух часов. Пока заместишь тесто, испечешь, украсишь и придашь блину необычную форму. Максим Хуруков соревнуется в блином искусстве впервые. По его мнению, лучшая начинка для блинов – сгущенка. Я научился вполне себе недавно. Даже толком-то не приноровился еще. Больше всего мне понравилось, наверное, это большие торцы. Они были самые вкусные, банановые. И еще один, не помню даже какой он был. Но он тоже очень хороший. Шоколадный вот. По итогу конкурса лучшим блинопеком признали студенты четвертого курса Александра Малафеева. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Предстоящие выходные будут насыщенными, ведь на них приходится сразу два крупных праздника. Информационный портал улправда.ру поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем, а всех жителей региона с Масленицей. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова